В реальной жизни очень редко бывает так, что получив запрос, сервер может тут же на него ответить. Обычно для того, чтобы ответить, серверу нужны какие-то данные. Эти данные он получает либо из базы, либо из какого-то другого источника, например, из файловой системы. Здесь, в этом примере, используя модуль fs при получении запроса на такой URL, считывается файл index.html и выводится посетителю. Обращаю ваше внимание, fs здесь взято всего лишь для примера. Вместо вот такого запроса, здесь мог быть запрос к базе данных, или какая-то другая операция, которая потребует существенного времени ожидания. В данном случае это ожидание ответа от диска. Если бы это был запрос к базе данных, это было бы ожидание ответа по сети от базы. Такой код, с одной стороны, будет работать, с другой стороны, в нем есть проблема, связанная с масштабируемостью, которая неизбежно проявится в серьезной промышленной эксплуатации. Например, Петя зашел по этому URL и запросил файл. Петя ждет, пока сервер ему ответит, и сервер ждет, пока файл прочитается и готов ему выслать данные. В это время заходят Вася, Маша и куча другого народа, которые тоже хотят что-то от сервера. Например, они хотят не вот этот файл, а они хотят вообще что-то другое. Скажем, получить текущую дату, которую, по идее, можно взять и тут же вернуть. Но сервер не может это сделать, поскольку сейчас его интерпретатор JavaScript занят. Он ожидает ответа от диска. Когда этот ответ получен, он сможет продолжить выполнение, выполнить следующую строчку, закончить, наконец, обработку запроса. И тогда JavaScript освободится и сможет обработать какие-то еще запросы. В результате мы имеем ситуацию, когда одна операция, требующая долгого ожидания, фактически парализует работу сервера. Что, конечно же, неприемлемо. Только поймите меня правильно. Сам по себе вызов вполне нормальный. И такие синхронные вызовы замечательно работают, если нам нужно сделать консольный скрипт, в котором, например, вот уберем тут все лишнее. Мы должны прочитать файл, потом с ним что-то сделать, потом там его куда-то записать и так далее. То есть, когда мы должны последовательно сделать ряд задач, связанных с файлами, то такие вызовы это замечательно, это очень просто и удобно. Проблемы с ними возникают лишь в серверном окружении, когда нужно делать много вещей одновременно. Поэтому здесь стоит воспользоваться другим методом, который тоже есть в модуле fs, и который работает асинхронно. Иначе говоря, асинхронный метод сразу ничего не возвращает обычно, но вместо этого он инициирует чтение файла и получает аргумент функцию, которой он этот файл передаст, когда закончит процесс. Относительно этой функции есть следующее соглашение. Если чтение прошло успешно, то функция будет вызвана с первым аргументом null, а во втором аргументе будет содержимое файла. Но если произошла ошибка, то функция будет вызвана только с первым аргументом, в котором будет информация о ней. Таким образом, мы даем вот такую вот задачу Node.js, и после этого выполнение продолжается. При этом на этом этапе пока что ничего не просчитано, а просчитано оно будет, конечно же, только вот здесь. Такое решение полностью снимает проблему блокировки, поскольку теперь интерпретатор JavaScript вовсе не будет ждать, пока файл прочитается. Он тут же продолжит выполнение и сможет заняться другими посетителями. Функцию, которую Node.js обязуется вызвать, когда завершит процесс, называют функцией обратного вызова, или по-английски callback function, или просто callback. Здесь есть такая игра слов, callback по-английски означает обратный звонок. То есть модуль FS возвращает управление JavaScript интерпретатору и говорит, что ты сейчас поработай, а я уж когда закончу чтение файла, я тебе перезвоню, вызову callback. Важный подводный камень состоит в том, что о возможности ошибки при таком вызове можно легко забыть. Например, посмотрим, что будет, если файл индекса HTML почему-то отсутствует, либо была какая-то ошибка при чтении, скажем, с правами или с диском. В этой ситуации модуль FS вызовет callback с первым аргументом с объектом ошибки, а второго аргумента вообще не будет. Если мы ошибку никак не обрабатываем, то получится, что посетитель в итоге получит пустую строку, ну вот как будто вот такой вызов, что в принципе работает так же, как и вот это. Кошмар ситуации здесь в том, что код просто тихо сглючит, без всяких сообщений об ошибке. При этом это, во-первых, может стать известно не сразу, то есть будут уже какие-то жалобы, недовольные люди, а во-вторых, будет достаточно сложно отладить это, то есть найти причину, опять же, потому что все очень тихо. Соответственно, чтобы такого не происходило, нужно обязательно обрабатывать аргумент ошибку. В крайнем случае, если мы уж точно уверены, что ошибки ну никогда не будет, ха-ха-ха, посмеялись поколения разработчиков над этой мыслью, можно сделать вот так. Но в данном случае, конечно, будет более правильным сделать вот такой вариант. Итак, в завершение этого выпуска сравним синхронный и асинхронный код, используя для примера реализацию сервера. Слева синхронный вариант, справа асинхронный. Начнем с синхронного. Синхронные вызовы типа read-file-sync используются достаточно редко. Они применяют это в тех случаях, когда мы можем позволить себе заблокировать интерпретатор JavaScript. Как правило, это значит, что нет параллелизма. Например, консольный скрипт, делай A, B, C и так далее. Синхронный вызов заставляет интерпретатор ждать, потом он ответ пишет сюда, если какая-то ошибка вышла, то это исключение и оно отлавливается при помощи try-catch. Асинхронный вариант работает по-другому. Тут видите другой вызов. И для того, чтобы получить результат в асинхронном коде, используется функция обратного вызова. При этом обертывать вот этот вот вызов read-file в try-catch не имеет особого смысла. Ну то есть, конечно, можно, но с другой стороны, при вызове fs read-file, собственно, ошибки никакой не возникнет. Этот метод устроен так, что работает асинхронно и все ошибки передает коллбеку. На эту тему в Node.js есть соглашение. Все встроенные модули ему следуют, и мы тоже, что первый аргумент функции обработчика является всегда ошибкой. То есть вот эта функция, назову ее так, cb для наглядности, будет при ошибке вызвана так, cb объект ошибки. А если ошибки нет, то она будет вызвана так, cb null и дальше какие-то результаты. Соответственно, важное отличие между асинхронным и синхронным вариантом здесь в том, что если мы в синхронном варианте вдруг забыли try-catch, то при ошибке это обязательно станет нам известным. Исключение просто выпадет отсюда и повалит процесс вот в данном коде. А здесь, если мы забыли обработать ошибку, то оно будет глючить. И глючить страшным образом, и мы просто не получим информации об этом. Соответственно, очень важно при асинхронной разработке обязательно обрабатывать ошибки, хоть как-то. Конечно же асинхронная разработка сложнее, нужно какие-то функции обратного вызова делать, но вместе с тем здесь есть свои способы упростить жизнь, которые мы рассмотрим в следующих выпусках скринкаста. Субтитры создавал DimaTorzok